И прямо сейчас у нас в гостях Виктор Михайлович Катачков, проректор по международной деятельности ЮРГУ. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Виктор Михайлович, расскажите, с какими странами и какими зарубежными вузами ЮРГУ сотрудничал в этом учебном году? Ну, наше сотрудничество мы наращиваем год от года. В настоящее время у нас более 100 договоров с различными вузами по всему миру. Если говорить о числе стран, это в этом году было их 37. У нас увеличилось на 5 стран количество студентов, из которых они приехали. И со всеми мы сотрудничаем. Если говорить, какие страны преобладают, значит, это Казахстан и Китай в основном, значит, это наши страны. Хорошо. Виктор Михайлович, расскажите, ЮРГУ развивает международные отношения на восток или на запад? Значит, наша кредо таково, что мы не делим студентов, значит, европейцы они, азиаты они или, значит, афроамериканцы и так далее. Но, тем не менее, наш регион, это все-таки Юго-Восточная Азия. Почему? Потому что со стран Юго-Восточной Азии с большим удовольствием, с большим желанием к нам едут студенты. В меньшем количестве это Европа, еще в меньшем это Америка. Хорошо. Поэтому мы не делим студентов, но так получается, что у нас больше всего это Юго-Восточная Азия. А какое событие в международной жизни ЮРГУ Вы считаете самым важным? Значит, самым важным, я считаю, это, значит, победа в программе 5.100. Это победа в программе, которая предполагает вхождение в международные рейтинги. И основными показателями, одним из основных показателей, это количество иностранных студентов, количество иностранных преподавателей, совместные образовательные программы взаимодействия с вузами. Но уже не со всеми вузами зарубежных стран, а с вузами, которые входят в топ-100, то есть с наиболее важными, значимыми вузами. Поэтому это событие, ну так скажем, показало, что ЮРГУ находится в международном плане в элитной группе всего таких вузов в России 21. И мы в количестве, значит, в составе этой группы. Я надеюсь, что мы будем быстро продвигаться, значит, в рейтингах. В некоторых рейтингах мы уже появились. Виктор Михайлович, а как Вы считаете, на международной арене ЮРГУ же имеет свое лицо? Да, безусловно, значит, имеет свое лицо. Нас знают, к нам едут. Мы реализовали, поняли, как это делается в течение пяти лет и реализовали образовательные технологии, которые позволяют привлекать студентов. Нас знают, к нам едут. Едут из Ирака, едут из Африки, едут из Китая очень много, едут, конечно, из стран Центральной Азии. Виктор Михайлович, а какие новые англоязычные программы, бакалавриаты, магистратуры будут открыты в нашем университете в новом учебном году? Должен сказать, что преподавание на английском языке реализовано далеко не во всех вузах. Это единичные вузы, ну такой вуз, это как высшая школа экономики, понятно, что там все образовательные программы идут на английском языке. И как оказалось, для нас это было несколько неожиданно, как оказалось, что наши действия по подготовке преподавателей, которые могут читать лекции на английском языке, вести занятия, оказались, что мы находимся в группе тоже передовых вузов, которые это реализуют. Мы это делали, конечно, из меркантильных соображений. Почему? Если студенту не надо учить русский, значит, язык один год, он приезжает и может сразу на английском получать знания. На шести факультетах нашего вуза, сейчас они немножко переструктуризируются, на шести факультетах, бывших факультетах нашего вуза были реализованы программы. Это не все, что там преподается, дается на английском языке, это часть образовательных программ. Это бывший приборостроительный факультет, институт экономики, механико-технологический, энергетический и другие факультеты. И мы количество образовательных программ увеличиваем. В этом году мы увеличили количество образовательных программ на три единицы. В прошлом году мы реализовали где-то 12 образовательных программ. И, как оказалось, к моему большому удовольствию, что мы находимся на правильном пути, и ПНР-лингва, значит, это подготовка наших преподавателей, значит, к познанию английского языка, оказалось, что она, значит, находит реализацию. То есть группы преподавателей уже могут читать, потому что программу ведет не один человек, это группа преподавателей, которые реализуют образовательные программы на различных факультетах. Значит, это направление мы будем обязательно расширять, не только потому, что оно у нас получается, а многих не получается, а потому что оно нужное, перспективное и привлечет к нам больше студентов. Кроме того, должен сказать, что по программе 5.100 наш ВУЗ, и это находится тоже в зоне ответственности пролектора по международной деятельности, я должен привлечь до конца года 25 преподавателей, значит, не из нашей страны, из Европы, из Китая и так далее. Вот, поэтому у нас появятся преподаватели, которые говорят на английском, у нас их сейчас не очень много, а будет больше, ну, почти около 30. И тем самым вот эта вот, эта область, значит, англоязычных программ, которых будут в том числе преподавать носители языка, она будет расширяться. Так что учите все английский, пока не поздно. Спасибо большое, Виктор Михайлович, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Все, приглашайте. Я напоминаю, что с нами в прямом эфире общался проректор по международной деятельности ЮРГУ Виктор Михайлович Катачков.